Всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie for You! Меня зовут Наташа и в сегодняшнем видео я с вами поделюсь своими покупками аксессуаров, обуви и немножко частичной одежды, которые я сделала в этот скидочный летний сезон. Часть из них куплена со скидкой, часть по полной цене, но все равно есть достаточно интересные находки, которыми бы хотелось с вами поделиться. Итак, если вам такая тема интересна, то давайте приступим! Субтитры сделал DimaTorzok В последнее время как-то одежда и обувь меня очень сильно захватили. Очень многое количество одежды я вам не показывала, которые я покупала, но только в силу того, наверное, что я не чувствую какой-то отдачи и понимания отсутствует того, нужно вам такое видео или нет, потому что такие видео набирают на самом деле не очень много просмотров. Но я не теряю попыток и снова вам предлагаю видео про покупки не косметические. Начну с аксессуаров. Вы, наверное, заметили, что я люблю самые разнообразные, очень разные и очень оригинальные серьги. И это как бы моя такая, не знаю, фишка, как назвать. В разных марках я всегда ищу различную красивую бижутерию. Мне скучно бывает с одинаковыми серьгами на ушах. И мне это нравится, что-то оригинальное находить. Конечно же, когда я видела у большинства блогеров сережечки с соломенными вставочками, я себе тоже безумно такие хотела. Но я не успела немножко на ту форму, которая была в Страдивариусе в начале лета. Я успела только вот на такие, которые до сих пор иногда, кстати, можно встретить в Страдивариусе. Они выглядят безумно красиво, безумно интересно на ушах под определенные образы. Естественно, вы их летние подбираете. Главный недостаток этих сережек из Страдивариуса это то, что они тяжелые за счет вот этого желтого камня. Они нелегкие. То есть это надевание на несколько часов, может быть на какую-то фотосессию, может быть на какую-то прогулку. Может быть на какое-то мероприятие на пляже. Но потом все равно их нужно будет снимать, потому что они тяжелые. Ну, либо это ваше мероприятие закончится. Целый день их выносить очень сложно. Ну и, как вы понимаете, это не офисный, не рабочий вариант. Это вариант либо выходного дня, либо отпуска. Мне очень хотелось плетенных сережек, поэтому именно с этой целью я их и купила. Следующие серьги все будут у меня от марки Му и Лу. И ссылочку на их инстаграм я оставлю. Очень интересная марка, у которой есть инстаграм. И наверняка по инстаграм можно заказывать. Но я покупала офлайн. Я почему не показываю вам сейса, почти не показываю там пару раз. Я, может быть, заказывала с Алиэкспресс, но было все не очень удачно. Потому что я люблю пощупать. Мне важно понять, какие сережки тяжелые, легкие, как они выглядят внешне. На картинке это может быть красиво, а внешне это может быть дешево. Поэтому чаще всего свою бижутерию я покупаю офлайн именно. И вот эта марка Му и Лу, она представлена в охотном ряду и где-то еще. И я покупала офлайн такие островки, даже не отдельные магазины. Но я искала, честно, искала магазины Парфуа. Кто знает, в Москве, если они есть, там тоже очень интересная бижутерия. Но я не нашла магазинов Парфуа в Москве. Первые серьги это вот такие вот кольца. Они могли бы быть достаточно цыганскими, если бы, во-первых, не матовое серебро, из которого они выполнены. Кстати, серьги все этой марки, они очень легкие и уши не отдавливают, и в них комфортно в течение всего дня. Кроме того, мои уши, которые воспринимают не любые металлы, они не заболели. То есть, говорят, здесь какой-то медицинский сплав, от которого уши не болят. Вот такие сережечки очень красивые. Я люблю серебряные оттенки. Они простые, достаточно простые. Но этим они интересны. Внутри тут не матовое серебро, а снаружи матовое. Ну, протирать почаще. Внутри, так скажем, чтобы не было пятнышек. А снаружи не надо, потому что они очень-очень красиво выглядят. Большинство из этих сережек уже мелькали в моем инстаграм, на моих фотографиях. Если вы не подписаны на инстаграм, обязательно подписывайтесь. Следующие такие африканские мотивы. Посмотрите, насколько необычно выполнены серьги. Я, конечно же, попросила для себя вот эту заглушечку, чтобы случайно их не потерять. Очень оригинально. Я такие необычные сережки не встречала, померила. Конечно же, какие-то круги это вот прям мое. Померила и сразу мне захотелось себе эти серьги. И, конечно же, я их купила. Носить одно удовольствие. Не тяжелые, но при этом безумно оригинальные, стильные и красивые. И в качественном, конечно, выполнении. Еще одни серьги это, посмотрите, сейчас я вам пытаюсь показать. Вот так вот они выполнены в виде такой капельки, что ли. Тоже очень красиво смотрятся на ухе. Здесь вот это матовое золото. И здесь уже такое блестящее нематовое золото. Красиво на ушах. Очень-очень мне нравится. Зайдите, посмотрите в моем инстаграм. Они тоже есть. Я специально их там отдельно сфотографировала. Я всем советую присмотреться. Недорого. Если мы говорим о Заре. В Заре сережки непонятного, зачастую непонятного качества. И очень некомфортные на ушах. Стоит полторы, тысячу шестьсот. Вот эти серьги большинстве своем стоимостью 750-850 рублей. Но комфортные, нетяжелые, интересного дизайна. И недешево смотрятся на ваших ушах. Вот прям очень даже красиво. И последнее. Это прям мои фавориты. Те серьги, которые я просто обожаю. И мне хочется их носить каждый день. Во-первых, они в разных оттенках. Во-вторых, они безумно красивые. Безумно оригинальные. Вот так здесь что ли. Но я вблизи все буду показывать. Голубой пудровый и розовый пудровый цвет. Такой приглушенные пастельные тона. Такие как бы слегка припыленные. Очень-очень красиво сочетание этого пластика с металлом желтого цвета. Но этот желтый цвет, он не дешевый, как бывает зачастую, если мы берем не очень дорогую бижутерию. А здесь цвет такого благородного оттенка красивого. Вот эти сережки мои любимые. Они безумно красиво смотрятся. И я уже множество, множество комплиментов получила с момента покупки этих сережек. Итак, все свое богатство по бижутерии я вам, по новинкам в бижутерии я вам показала. И теперь давайте перейдем к обуви. Обуви у меня будет еще больше, чем бижутерии. Что-то меня в последнее время потянуло на покупки обуви. И очень сильно меня потянуло на покупку эспадрильев. Или как это назвать? Эспадриль. Не знаю, как правильно знатоки русского языка. Напишите, пожалуйста, как правильно будет произносить. У множества марок представлены. Сейчас это очень модная обувь на пике популярности. И еще 4 года назад, когда при поездке в Испанию я видела эспадрильи, я как-то так скептически к этому отнеслась и не стала себе ничего покупать. То сейчас меня безумно тянет, потому что это очень-очень удобная обувь, в каком бы выполнении она ни была. И давайте посмотрим, что а-ля навеянное мотивом эспадрильи я себе купила. Начну, как обычно, с не самого позитивного момента. Это Pull&Bear. Это вот такие вот тапочки, которые на толстой подошве, которые, конечно же, должны быть безумно удобными. Я их купила на скидках за просто смешную цену. И надеялась, что буду в них бегать. Но, к сожалению, тапочки не держат мою ногу. Я буду думать, как бороться с этой проблемой. Наверное, полустельку придется сюда вперед вставлять. Хотя для летней обуви это как-то вот мне не очень нравится. Но они красивые, они универсальны и по своему оттенку. К сожалению, мой размер вот половиночка, 38,5. И зачастую мне помогает покупка 39 размера. И все бывает нормально. Иногда в некоторых марках 38, которые больше мерят. Но в этом 39, к сожалению, не держатся здесь на пятке. Спадают с ноги. Некомфортно их носить. Поэтому пока борюсь и решаю эту проблему. Дальше на очереди Маркс и Спенсер. И посмотрите, какие безумно классные тапочки я у них прикупила. Это очень красивая обувь, на мой взгляд. Я не знаю, почему я так считаю. Но мне нравится. Эспадрильи на тонкой подошве. И здесь у нас уже такой летний вариант, который я обязательно возьму с собой в отпуск. 38 размера. Они мне подошли. И они чуть-чуть, буквально чуть-чуть поджимают мне в носочки. Но, поскольку они тканевые, я надеюсь, что этот весь вопрос мой разрешится. Они сделаны очень качественно. И стоили очень бюджетно у Маркса Спенсер. Потому что была скидка. Вот эта обувь мне прямо очень нравится. Классная такая, комфортная, удобная. Подошва гнется, в отличие от предыдущих. На толстой подошве. Будьте готовы, если вы покупаете на толстой подошве, что подошва достаточно негибкая и вам придется так испытывать некий дискомфорт, то вот эта подошва очень удобная. Гнется во все стороны и ходите просто как в тапочках. И последние спадрильные мотивы, так скажем, это вот такие классные шлепки от марки Альба. Это, как вы понимаете, стиль такой агли, да, уродливой обуви. Но, когда, вот посмотрите, здесь есть, кстати, мне сказали, что вот эта прослойка из натурального джута, и она не должна увеличиваться, если попадет под воду. Не знаю, насколько это правда. Я не хочу экспериментировать, потому что тапочки мне безумно нравятся. Да, они тяжеловатые, но они очень комфортные ноге. Во-первых. Во-вторых, за счет вот трех делений, они подойдут абсолютно на разную ширину ноги. И здесь у меня, мне кажется, да, 39 размер. Они как-то ногу делают такой хрупкой, что ли. Мы понимаем о том, что если вот у вас очень сильно широкая нога, то такие, конечно, такая обувь, она будет не очень хорошо смотреться на ноге. Но если у вас, ну, достаточно узкая нога, и когда я видела на девочках, у многих появились вот такого рода аглии, так скажем, шлепки именно с двумя вот этими перепонками, а-ля мужской какой-то стиль. Я помню эти шлепки в 90-х, когда их носили мужчины, да. Но сейчас в моде все смешалось, и кони, и люди, как говорится. Поэтому экспериментировать вообще можно как угодно. И вот эти универсальные шлепки меня очень настроили на свою покупку, потому что, ну, они, во-первых, подойдут под любой образ летний, да, потому что они светлые. Как с джинсами, так с платьями можно одеть, с сарафанами каким-то, с шортами. И очень комфортные, очень удобные. Мне в них хорошо, ноги как бы дышат, открытые, и все замечательно. Я думаю, что в отпуск они тоже со мной поедут. Тему эспадриль мы с вами закончили, но мы с вами не закончили тему летней обуви. И это вот такие шлепки. Тоже отпускной вариант, конечно же. Либо вариант выходного дня, либо вариант похода там в какой-то магазин. Это марка Aldo. И тут боюсь с вами ошибиться, какой у меня размер. Мне кажется, это тоже 39-й размер. Очень люблю эти шлепки. Я их, когда увидела, они настолько стильно смотрятся на ноге. Я сразу в них влюбилась, очень долго ходила, размышляла и так далее. Нужны ли мне шлепки? Они стоят совсем не 500 рублей. Нужны ли мне эти шлепки? Но все-таки решила, что нужны. Тем более, что здесь не кожа, а полиэстер, что-то вроде того. Я их хочу. Я хочу именно такую модель. И сколько я буду искать такую модель в коже, я не знаю. Поэтому я их купила. Я безумно рада и довольна. И они тоже со мной, скорее всего, отправятся в отпуск. Следующая у нас идет Zara. И это тоже 39-й размер. Посмотрите, какие классные серебряные босоножки, которые расхватали в Zara, в той, в которой я их брала за один день. Сегодня я их купила. На следующий день я пришла, и их уже не было. Здесь тонкие полосочки, очень красивые. Здесь очень удобный, комфортный каблук невысокий. Квадратный, полу-квадратный, так скажем, модный носик, из которого, наконец-таки, не вылазят мои пальцы. Удобная колодка, в которой хорошо ходить. Единственное, что вот эти перепоночки, так скажем, вот эти штучки, они немножко мне натирают. И мне нужна ваша помощь. Мне нужен совет. Я надеюсь, что в магазине Рандеву я найду что-то вроде какого-то карандаша, который ты мажешь на вот эти элементы обуви. И они тогда перестают натирать. Как вы боретесь с натиранием? Мне они безумно нравятся, но я не хочу натирать. Это первый мой опыт покупки, кстати, обуви в Zara. Могу сказать, что очень весьма удачный. Под мою серебряную сумку они как раз подойдут. Очень симпатичная обувь с удобной колодкой. Здесь также она вокруг ноги затягивается. Мне очень и очень нравится. Следующие две пары обуви будут из магазина Иконика. И первое это вот такие старомодные туфли. Посмотрите, они выглядят реально как туфли из 20-х годов. Но на ноге выглядит очень красиво. Универсального такого цвета мов. Розового, такого темно-розового цвета. Которые подойдут под многие летние наряды. Особенно если вы любите что-то вот в такой цветовой гамме носить. И конечно же очень и очень удобные. Действительно удобная колодка. Действительно каблук, в котором ты себя комфортно чувствуешь. И не надо ходить и страдать от того, что ты на высоких каблуках. Да, к сожалению, не всегда хочется ходить на высоком каблуке. Именно потому что, ну, несколько уже... Это дискомфортно бывает на длительное расстояние носить очень высокий каблук. И последняя пара обуви на сайте Иконика называется полуботинки. Ну, давайте я вам их так и представлю. Хотя многие из вас могут назвать их чем-то другим. Но на сайте официально заявлены как полуботинки. Посмотрите, какая красивая модель. Она представлена в голубом и бежевом цвете. Я в эту модель влюбилась сразу, как только увидела. Кстати, хочу заметить, что у Иконика модели большимерят. Если вы заказываете онлайн, то вот на мой, то что я обычно беру 39 размер, мне в Иконике как раз 38 размеры. Эта обувь мне чуть-чуть натирает пятку. Тоже буду что с этим думать. Все потому, что пяточка, она как бы свободно гуляет немножечко. Несмотря на то, что это 38 размер. Комфортные, хорошие. Естественно, не на широкую ногу. Делает ножку очень аккуратной. Делает ножку очень такой изящной. Он достаточно утонченный за счет того, что они узенькие, они широкие. И, конечно же, подойдут нам не только на летний сезон, но и начало осени, и на весну. И опять универсальный такой пудрово-бежевый цвет, который подойдет под многие-многие образы. Следующее, что я вам показываю, это вот такая сумка из Zara. Плетеная, красивая сумка. Я выбирала между ней и сумкой из манго. Которая очень популярная у многих блогеров. И выбрала все-таки Zara. И стоит она, я бы так сказала, не дешево для плетеной сумки. Но мы к этому уже привыкли, что наши сетевые магазины с нас берут цены, так скажем, немаленькие. Но, посмотрите, здесь очень хорошо качественно выполнены ручки. Здесь есть ручка через плечо. Ее очень удобно носить. Тут одно большое отделение, и внутри никакой подкладки ничего. Все бы хорошо. Единственная проблема, то, что вот эти круги сшиты между собой леской. И леска в одном месте уже порвалась, и за свою небюджетную цену мне теперь придется идти и как-то зашивать, подшивать, решать эту проблему. А я думаю, а если все по кругу расползется, разойдется, так как вот она сделана кругами. Но сумка очень красивая, мне захотелось ее купить. Буду думать и решать эту проблему, как с ней быть. Потому что она вот так вот расползлась. Но надеюсь, что эта сумочка поедет со мной в отпуск. Все-таки, я надеюсь на это. И всего лишь у меня два элемента одежды. И это будут, так скажем, футболки, блузки. Назовите это как хотите. Первая блузка это магазин Reserved. Я попытаюсь вам ее так показать. Здесь полуоткрытое плечо. Эти вещи я тоже рассчитываю с собой взять в отпуск. Полуоткрытое плечо и такой свободный стиль икрой. Очень легкий материал, в котором тебе, во-первых, не жарко. Во-вторых, он, так скажем, струится хорошо по телу. Безумно бюджетная цена на скидках. Все мне в ней устраивает. Несмотря на то, что эта полоска, наверное, набила уже все москомину. Но я в магазинах очень люблю смотреть на эти вещи. Потому что для меня, независимо от моды на вот эти полосатые голубые вещи и любые полосатые вещи, Вот это всегда морская тема. Это всегда тема для отпуска, для отдыха. Независимо от того, будет она в моде или нет, я буду такие вещи искать и носить, потому что они мне нравятся. И вторая футболка это Zara. Это уже не скидочный вариант. Это очень интересная ткань. Я сейчас попытаюсь вам найти, как она называется. Я не смогла пройти мимо этой футболки, потому что я в нее влюбилась. Лиоцелл называется ткань, стопроцентный лиоцелл. Она очень не спадает. Она такая тонкая, но при этом тяжелая ткань, которая не спадает по вашему телу. И создает очень красивый визуальный вид. Футболка такого базового серого цвета. Я увидела эту футболку, не буду скрывать, у одного из фэшн-блогеров, у одной из фэшн-блогеров видео. Инна Грицик, наверное, ее зовут. Я очень люблю ее видео, она из Украины. И она в магазинах Манго, Zara, Stradivarius умудряется находить такие вещи, что хочется купить все сразу. Она такие образы собирает классные. Рекомендую, если вы на нее еще не подписаны. И вот увидев у нее эту футболку, я пошла. Сначала я смущалась, потому что первые футболки, которые были вывешены в Zara, каждая из них была с каким-то дефектом. На ткани были дырки, она была продырявлена и так далее. Я подождала некоторое время, видимо, все дырявые раскупили или убрали из продажи. И вот эту мне удалось купить не дырявую. Но я вот так вот держу пальчики, чтобы во время стирок, во время носки или так далее, она у меня, так скажем, не становилась в дырочку. Потому что у меня есть одна кофта из Zara, которой после первого одевания на ней образовалась дырочка. Что было очень и очень неприятно. Надеюсь, с этой футболкой не произойдет. Она очень красивая, базовая, классно выглядит. С джинсами мне очень нравится, с какими-то брюками носить. И это все, что я вам хотела сегодня показать и поделиться. Надеюсь, что какие-то полезные ссылочки я оставлю, конечно же, вам внизу на все, что понахожу. Буду рада встретиться с вами также внизу в комментариях. И вы не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. У нас тут очень интересно и весело бывает. Заходить в гости на Instagram. И обязательно комментировать это видео, еще раз напоминаю, и ставить лайки. Всем пока-пока, до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok